Работники Центра культуры Кохтло-Ярве на этой неделе составили и проработали календарь мероприятий на летний сезон. Одним словом, с 24 мая насыщенная культурная жизнь возвращается в город. В принципе, культурная жизнь в Кохтло-Ярве не прекращалась, и мы над этим работали все это время. И готовили концерты, готовили проекты, которые мы, надеюсь, будем проводить этим летом. Но все-таки хочется сказать о том, что сейчас месяц май, прекрасная погода, настроение у нас чудесное. И с 24 мая правительством разрешены проведение концертов и в залах, и на улице, но, конечно, с определенными ограничениями. И поэтому в этот месяц май, когда у нас всегда во все годы, он считался музыкальным месяцем, потому что у нас проходили всевозможные конкурсы, и завершались эти конкурсы. К нам приезжали победители фестиваля романса имени Изабеллы Юрьевой. Поэтому мы решили, что уже 27 мая мы пригласим наших дорогих горожан и гостей нашего города в Центр культуры на концерт «Трио Романс». Они нам доставят удовольствие своим пением. И также на следующей неделе мы постараемся, вернее, не постараемся, а подготовим персональную выставку Светланы Ветровой. Это художник-кукольник с мировым именем. И за этот пандемийный год она сделала удивительные работы. Я думаю, что она их представит, и мы с удовольствием посмотрим их и приглашаем наших дорогих горожан насладиться этой выставкой. Хочется сказать, что июнь месяц приносит нам такой праздник, как День флага, к которому мы готовимся. И готовится вся страна. И по этому поводу Центром культуры объявлен конкурс. Конкурс фотографий, ну, скажем, с использованием символики и цветов флага нашей страны. Поэтому присоединяйтесь, присылайте работы. И работайте над тем, чтобы имидж нашей страны становился все круче. И радуйтесь жизни. Июнь месяц отпусков. И я думаю, что горожанам будет очень приятно, если вечерами в городе будут проходить какие-то хотя бы небольшие мероприятия. У нашего Центра есть такие возможности использовать территорию. Это парк городской. И поэтому, ну, скопление народа можно избежать. Поэтому мы готовим летние концерты, небольшие. Они будут проходить перед Центром культуры. И очень хочется поговорить о концерте, который будет 19 июня. Он называется «Вечерние ритмы». И примут участие в этом концерте дочка босса и ансамбль «Близ». Ансамбль «Близ» базируется в Центре культуры. И он очень хорошо и красиво выступает там. В этом ансамбле очень милые дамы с очень интересными голосами. Комментарий руководителя ансамбля «Близ» Екатерины Минаевой. О том, что ждет жителей города на концерте 19 июня. Наш ансамбль состоит из трех очень милых, обаятельных девушек. Мы поем в основном каверы на современные песни. И наш ближайший концерт будет 19 июня. Здесь, возле Центра культуры города Кохт-Лоярве. Приходите. Мы очень любим акустику, живую музыку. И все это будет 19 июня. После нас выступит также дочка босса с живой звук. Будет очень эмоционально, ярко, интересно. Мы вас ждем. 2021 год для города Кохт-Лоярве – год юбилейный. Что запланировано в рамках празднования в маленьких частях города. 75 лет нашему городу. В принципе, он и не молод, и не стар. Такой зреленький. И в связи с этим в городе пройдут концерты. 15 июня в 18.00 во всех частях города пройдут концертные программы. Но мне очень хочется выделить кукрусскую часть города и сомпскую. В кукрусе выступит трио синьо, а в сомпо выступит дочка босса. Пожалуйста, приходите, поддержите их своими аплодисментами. А вообще, лето – это такая пора, когда совершаются различные проекты. И мы в этом сезоне планируем задействовать наш парк по полной программе. Мы готовим проект, который называется «Музыка на воде». До встречи и, пожалуйста, смотрите за нашей рекламой. Небо в твоих глазах. Добро пожаловать в Центр культуры Кохт-Лоярве и увидимся на мероприятиях. Чтобы тебе сказать, я люблю небо в твоих глазах.